Ницца, Каны, Монако, Куршевель, Лондон и Нью-Йорк. Это далеко не полная глянцевая география самых закрытых и самых богатых людей страны. Именно там персонажи с Рублевки проводят большую часть года. Чем заняты жены и дети миллионеров? Как отдыхают богатые и знаменитые? Сколько миллионов платят за обучение детей в закрытых школах? И сколько сотен тысяч их жены и любовницы оставляют в салонах красоты? Невыдуманные истории русских золушек, вся правда о том, что происходит на средиземных виллах и эксклюзивное интервью с теми, кто обитает в лондонских кварталах. Яхты, деньги и бриллианты. Русская роскошь вокруг света. Прямо сейчас. Подарить своему ребенку беззаботное и счастливое детство. Какие родители не хотят этого? И какой ребенок сможет отказаться от очередного дорогого подарка, игрушки или праздника? Но кем вырастет малыш, если окружить его роскошью с ранних лет? Как выглядит жизнь тех, чьи желания мгновенно исполняются с самого детства? И почему уже к 20 годам они нередко хотят променять все богатство семьи на обычную жизнь своих сверстников? Сегодня в тайной жизни миллионеров другая сторона жизни детей из богатейших семей. Иметь то, что я имела, это ненормально, это не все имеют. На что идут родители, чтобы угодить своим чадам? Родители первый дом прямо напротив школы купили, чтобы детям нормально было. Почему дети богатых не платят по счетам? И во что это обходится родителям? Миллион туда, миллион сюда, ну что ли. Малышка на миллион. Во что обходятся детские праздники на Рублевке? Бюджеты праздников порой достигают даже двух миллионов детские. И куда приводят мечты, если Рублевка уже обыденность? Дети богатых о своих желаниях. Я вообще очень хочу пометь квартиру здесь в Манхэттене. Я в Малышанку, ты футболист. Я хочу быть моделью. Я хочу получать 100 тысяч долларов за мазать. Подарить своему ребенку беззаботное счастливое детство. Какие родители не хотят этого? И какой ребенок сможет отказаться от очередного подарка, игрушки или праздника? Но нередко богатые родители с удивлением обнаруживают, что их сын или дочь слишком избалованы и растут домашними тиранами. Кристине Губерман посчастливилась родиться в очень богатой семье. Но в отличие от многих сверстников с Рублевки, она росла в окружении простых и забыкновенных семей. Я единственная была, которая жила в большом доме, у которой там бассейн дома был. Это вообще для всех было просто невероятно. И я с очень маленького возраста поняла, что мне очень повезло. И что иметь то, что я имела, это не нормально, это не все имеют. Кристина считает, что именно благодаря этому она смогла вырасти неизбалованным ребенком. В середине 80-х ее родители уехали из Советского Союза и поселились в Будапеште. Но несмотря на все богатство ее семьи, сверстники Кристины сразу показали ей, что красивых платьев и дорогих игрушек недостаточно, чтобы с ней дружили. Мои друзья в Будапеште, у них мало чего было. Я иду в школу, и у меня джинсы со стразами, а у всех остальных джинсы без страз. И на меня смотрят, вот так вот смотрят, что это на тебе, что это у тебя на джинсах. Кристина и раньше замечала, что многие дети ей завидуют. Когда же они узнали, что она еще и работает маленькой моделью, девочка и вовсе лишилась почти всех друзей. Я снималась и в журналах, и была в показах для детской одежды. И мне это очень нравилось. Я никому не говорила, что я этим занимаюсь. И когда дети узнают об этом, говорят, что вот она такая, вот она думает, что она Примадонна. Вот посмотрите, чем она занимается. Когда дочери исполнилось 13 лет, родители решили переехать из Венгрии в Монако. Многие называют это княжество вторым домом российских олигархов. Деньги, которые оставляют тут русские богачи, это 20% доходов этой небольшой страны. Родители сказали, что Будапешт им надоел. Мне он тоже в то время уже надоел. И в Монако у нас тоже много друзей было. Все нас туда звали, говорили, что прекрасная жизнь. Но даже здесь, среди сыновей и дочерей таких же и даже еще более богатых родителей, Кристина чувствовала себя чужа. Именно в Монако она столкнулась с по-настоящему избалованными детьми, которые требовали беспрекословного исполнения всех своих желаний. Там другие ценности, другой менталитет совершенно. Им очень важно было, что у кого есть материальные какие-то вещи. У кого есть сумка Луи Виттон, у кого есть часы Ролекс, у кого есть машина Феррари. Я тогда не знала, что такое Ролекс, что такое Феррари. Для меня это совершенно новые понятия были. Я начала понимать, что есть такие люди, есть другие люди, с кем лучше дружить, а с кем лучше не дружить. Но Кристина Губерман с детства привыкла ничего не просить. Поэтому не вполне соответствовала монахским светским законам. Если у родителей я попрошу и Луи Виттон, и Ролекс Феррари, у меня завтра будет, я знаю. Как бы никогда не было слова «нет». Мне кажется, что мне они уже столько всего дали, и у меня такое замечательное детство было, что что-то еще просить... Интересно, что среди богатых детей в Монако сформировался свой собственный неофициальный школьный дресс-код. У всех одни и те же армесы и луи бетона, у всех красная подошва. Вот такая униформа. Приезжать на занятия полагалось на дорогих спорткарах. Непременно носить золотые швейцарские часы, а на переменах обсуждать, кто в какую часть света слетал на выходные. Но это кажется, что все проблемы дети богатых родителей могут решить с помощью денег. Когда вокруг так много богатых детей, частные школы легко могут себе позволить отчислить одного-двух взорвавшихся учеников. Впрочем, иногда вопросы все же решаются знакомым способом, то есть с помощью кошелька. Была такая ситуация, что один очень-очень-очень богатый мальчик из нашего класса провалил пару экзаменов и на следующий день вроде бы не провалил. И его папа потом купил пару сотен компьютеров для школы. Ну, все поняли, что произошло, но никто как бы об этом не говорил, потому что, ну, ему потом будет и хуже. Время после продленки дети миллионеров проводят с таким же размахом. Они могут арендовать яхту за 600 тысяч евро, но при этом не оплатить счет на 100 тысяч. И дело вовсе не в жадности. Это экстрим для тех, кто не считает миллионов. У них столько денег, что лимитов никаких нет. Миллион туда, миллион сюда. Ну, что им? Недавно широкую известность получила история, в которой дети миллионеров закатили роскошный банкет на яхте и не оплатили счет на 100 тысяч евро. Инцидент быстро замяли. По слухам, родители неплательщиков выплатили компенсацию в 200 тысяч евро. Кристина Губерман знает этих смельчаков, но имена их настолько известны, что никто не решится их называть. Да, это одноклассники мои были. Это не одна история. Это происходит каждую субботу в ночных клубах Монако. У них нет такого «могу себе позволить, не могу себе позволить». И это неудивительно. Ведь когда твоим работодателем является собственный отец или мать, они же назначают тебе зарплату и они же продвигают по карьерной лестнице, можно не сильно волноваться о своем будущем. Они после школы, мне кажется, почти все из этих одноклассников, они устроились в семейный бизнес работать. Это легко, это мало работы. Родители Кристины были против такого окружения. Избалованные сверстники могли плохо повлиять на дочь, но ограничивать ее они не решились. Ведь может быть еще хуже. Мои родители давали мне шанс выбирать своих друзей, выбирать люди, которые меня будут окружать. Мне кажется, я их выбрала правильно. А потом то, что запрещено, не запрещено, это бесполезно запрещать, не запрещать, потому что они все равно одноклассники, все равно я с ними буду видеться каждый день. Кристину тоже много раз звали принять участие в безудержных вечеринках золотой молодежи. Но она всегда соблюдала правила, установленные родителями. Если я иду в ночной клуб, я должна быть дома, скажем, в три часа, не позже. Правила были то, что наркотики нельзя. Мне само этого никогда не хотелось. То, что с посторонними людьми в машины нельзя садиться. То, что в ночных клубах напиток никогда не оставляешь. Всегда в руке должен быть. Смотрите далее. Сколько тратит на праздник для своего ребенка топ-менеджеры нефтяных компаний России? Бюджеты праздников порой достигают даже двух миллионов детские. Монако – вторая родина российских олигархов. Какие опасности здесь подстерегают семьи самых богатых людей страны? Нас ограбили на вилле, пустили газ через кондиционер. И какое состояние придется выложить за обучение своего ребенка в престижной школе за рубежом? Смотрите сразу после рекламы на канале «Домашний». У нас в Виариджо есть пересвездочный отель. А сейчас мы основали агентство по недвижимости и сдаем виллы нашим сообщественникам. 23-летняя Кристина Кирий живет на собственной вилле в итальянском городе Виариджо. Рядом со знаменитой Форте Деймар. Количество олигархов на один квадратный метр летом здесь превышает предельные нормы. Цены тоже зашкаливают. Сегодня мы зашли в наш любимый магазин Крущани, который у нас в Порто-де-Марме. Очень трендовый магазин. Кофточка из шелка из кашемира. Как один можешь показать нам, дорогой? Дорогой. Покадила черная сумочка. Пляжи, рестораны, дорогие отели. Еще 10 лет назад эту итальянскую деревушку облюбовали русские богачи. И теперь никогда не изменяют Форте. Несмотря на отсутствие монахского лоска, вечеринки здесь проходят с размахом. С правой стороны это зимняя версия клуба, а летом он перемещается весь к бассейну и поближе к морю. Когда начинается дискотека, веопистолики находятся все вокруг бассейна. Все находятся в этой свет-зоне. Веопистолики и самый главный ставится посредине бассейна. Это шатры, где можно загорать и купаться, а вечером это клуб. Ее жизни могло бы позавидовать большинство девушек из России. Но родилась Кристина в совсем небогатой семье. До 13 лет она жила жизнью простой липецкой девушки. Когда ей был всего один год, ее отец погиб. И много лет мать Кристины была одна. Их жизнь резко изменилась, когда в ней неожиданно появился успешный бизнесмен из Италии. Она приехала отдыхать сюда. Она приехала с подругой отдыхать. И познакомилась с итальянцем. Она не воспринималась в серьезном. Думаю, ну знакомство мимолетное. А он начал писать, звонить все время. Приехал в Россию. То есть его намерения были серьезными. Через два года мама вышла замуж, а Кристине пришлось срочно учить итальянский язык, готовясь к переезду. Одно дело учить язык на курсах, а одно дело попасть в среду, где все на итальянском, телевизор на итальянском, преподавание на итальянском. Я первые пять дней в институте просто плакала. Мне очень тяжело было. Действительно, просто я никогда не забуду преподаватель по праву. Она говорит, ты говоришь по-итальянски? Я говорю, нет. И что я буду с тобой делать? Эта невольно брошенная преподавателем фраза настолько задела Кристину, что она стала учить итальянский по пять, а то и восемь часов в день. Каждый день учила язык, я ходила на курсы. Я задала себе цель, что после года я очень свободно общалась. Несмотря на то, что отчим Кристины уже тогда был владельцем собственного пятизвездочного отеля, девушка, которая пять лет отучилась в итальянском вузе на факультете туризма, категорически отказывалась от его помощи в устройстве на работу. Я разносила резюме по отелям, в принципе, по пятизвездочным, четырехзвездочным отелям. И мне звонили с некоторых мест, я проходила собеседование. Но несколько месяцев поиска работы прошли безуспешно. Наконец, в городе остался всего один отель, в который Кристина еще не отправляла свое резюме. Самый дорогой и самый престижный. Девушка просто не надеялась, что когда-нибудь сможет в нем работать. Это самый старый отель Виареджо. В том году ему было 90 лет. То есть это историческое здание. Оно большое, оно поражает. Когда мне позвонили с этого отеля, пригласили на собеседование, я говорю, я должна туда попасть. Я прошла три собеседования, прежде чем туда попасть. Потом в итоге меня взяли на работу. Кристина признается, что периодически Лоренцо помогает ей деньгами. Например, с его помощью сбылась ее мечта купить виллу или хотя бы квартиру на побережье Средиземного моря. Вот эти апартаменты я приобрела довольно-таки недавно, то есть это полтора-два года назад, потому что они, во-первых, поближе к работе, и, во-вторых, получилось так, что у меня всегда была мечта иметь хотя бы частичный вид на море, стираться вид на море. Так как большую часть жизни Кристина все же прожила в России, она стала сразу замечать разницу между русскими и итальянскими мужчинами. Кристина поясняет, что если девушки думают, что приедут в Италию, найдут себе молодого человека, и он через месяц сделает предложение, они сильно ошибаются. У итальянцев есть такое понятие «фидансати». То есть это два человека, которые встречаются. Они могут встречаться 3, 5, 8 лет. Времени нет. Я не видела еще примеров, чтобы люди были знакомы год и женились. Пошли жить, да, бывает, но чтобы женились после года, как они были знакомы. То есть как я привыкла, как у нас. Такого нет, к сожалению. Кристина говорит «к сожалению», потому что именно это качество, характерное итальянским мужчинам, разрушило ее отношения, которые длились 3 года. Девушка признается, что до сих пор переживает этот разрыв. Я поняла, что он... Я хочу семью. Я поняла, что у него это желание еще было только в планах. Несмотря на возраст, я уже хотела... Я уже была готова, видела, что он нет, и, в принципе, это была точка преткновения. Казалось бы, чего еще желать ее жениху? Красивая, воспитанная и очень богатая девушка, которая на 10 лет моложе своего мужчины, но возлюбленной Кристины так и не решился жениться. Теперь девушке кажется, будто все европейские мужчины взрослеют гораздо позже русских. Зато сейчас, пройдя через несколько очень болезненных разрывов, Кристина ясно представляет себе, какого мужчину она хотела бы видеть своим супругам. Конечно, хотелось бы стать на бизнесменах, какого-то человека. Я всегда встречалась с людьми, с кем я могу гордиться. Мне нравится иметь рядом с тобой мужчину, которым я могу гордиться. То есть, от которого я могу чему-то научиться. То есть, может быть, поэтому парни были старше меня всегда. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спалена для пожаров, французы отдана. Ведь были же схватки боевые, да и говорят еще какие. Не даром помнит вся Россия про дядь Бородина. Виктор Коробко – классический пример золотого мальчика. Сын олигарха и актрисы Оксаны Кутузовой не стесняется роскоши. Там вот спортинг, там казино, вот здесь вот у нас есть рядом с домом детская площадка, море и пляж. Мы каждый день ходим на пляж. Вот здесь вот мобильные фотографии, и там вот тоже. Апартаменты в Монако мальчик показывает с нескрываемой гордостью. Вот здесь вот у нас люстра красивая из какого-то очень хорошего фарфора. Здесь у нас кладовая и гардеробная. Там у нас лежат все вещи для пляжа. А здесь у нас кухня. Но мы ее открывать не будем, потому что там сейчас мама прячется. Оксана Кутузова категорически не дает интервью. Зато ее 12-летний сын Витя делает это с удовольствием. Юноша уже несколько лет живет в Монако. Меня сюда привезли родители, и нам тут с моей сестрой понравилось. Здесь через день или через два идут салюты вечером. Мы все время выбегаем до балкона, их смотрим. Учиться в Монако одно удовольствие. Например, я иду на пляж, потом прихожу и все это делаю. Либо же я сначала все делаю утром, потом иду на пляж, а вечером прихожу и отдыхаю. Когда я просыпаюсь, я могу сидеть, минут пять смотреть в окно на море. Трудности молодого человека не пугают. Витя уверен, даже если родители перестанут быть богачами, он не пропадет. Как бы готов к этому. Я себе могу пожарить яичницу, например, погулять один с собакой или сестрой, на площадку выйти. Могу один остаться дома, но не знаю. Будущее Виктора уже известно. И мальчика готовят к нему, что называется, с младых ногтей. Я знаю, что в Англии. У меня мама об этом уже много говорила, что там есть какая-то бизнес-культ там есть. И поэтому туда, скорее всего, богатые люди увозят своих детей, чтобы они учились в Лондоне. Опасность больших денег в семье тоже неустанно подчеркивают. Я даже слышала одну историю. После того, как один мужчина, он стал очень богатым, он решил, что ему позволено все, и попробовал наркотики. И потом умер. Это Юлия Демьяненко. Ее родители тоже решили увезти свою семью из России. Однако, в отличие от Кристины, Юле на тот момент было всего 6 лет. Ее сестра и брат были и того младше. Ну, они хотели дать нам лучшее образование, и для семьи было бы лучше в Англии. И один день мы просто встали и уехали. Вот как я помню. И ты не забываешь это. Я знала, cat, dog, hi, how are you, my name is Julia. Вот, все, что я знала. Чтобы дети быстрее адаптировались в английской среде, родители отдали их в частную школу, в которой они учились и жили. Так они перестали видеть своих сверстников из России и слышать русскую речь. И месяцами не видели родителей. А как мама нас оставила, я мою мать ненавидела. Мама, ты не мать, ты меня оставила. И каждый день, наверное, ну месяц-два я ей звонила в слезах. Вот, ты не мать. К счастью для Юли, финансовые возможности ее родителей позволяли без труда решить практически любые проблемы. Для нее, наверное, было сложнее слушать мои слезы, чем мне плакать их. Потом, после шесть месяцев, купила первый дом, прям после ворот в школу, чтобы мы больше не страдали. В то же время Юля признается, что эти полгода без родителей сыграли важнейшую роль в ее жизни. После шесть месяцев в школе я была самая отличная ученица. Я выиграла каждый кубок в школе. Для меня это стимул был. Я не хотела, чтобы кто-то на меня смотрел как другой. Когда дети перешли из младшей школы в старшую, их родители продали дом, в котором жили, и купили новый. В десяти минутах ходьбы от старого. Опять же, все ради того, чтобы детям было еще удобнее добираться до школы. Вот этот дом. Он был построен в годы Второй мировой. Его площадь больше 500 квадратных метров. Три года тому назад внутри мы совсем все поменяли. Сделали там зал, кухню чуть-чуть помодерней. Еще наверху сделали там как кинотеатр, playroom. Новые хозяева дома постарались сохранить убранство в классическом английском стиле. Родители Юли даже добавили ряд антикварных предметов, самый дешевый из которых стоит 2000 фунтов стерлингов. Мама по всей Италии ездила сама, каждую подушечку. Ну и оставили наш старый антиквар. Вон фаберже, я могу сказать. Они очень дорогие, маленькие вещи, ему нравится. Ваза из китайского фарфора, английское серебро, шелковые шторы, сшитые на заказ в Венеции, люстра из муранского стекла, классический камин и золотое зеркало, подаренное отцом Юле и ее матери на 25-летие их свадьбы. Все это лишь малая часть интерьера. Видишь, такой антикварный на столике, выглядит нормально, открываешь там бар. Все такое маленькое, интересное такое. Для детей в доме даже была построена специальная игровая комната с кинотеатром. Кинотеатр вот здесь выходит. Здесь мы просто отдыхаем, разговариваем, шахматы. Здесь я моюсь. Но богатство Юлиной семьи не ограничивается роскошными антикварными приобретениями. Вместе с ними родители купили земельный участок, несколько гектаров. Юля шутит, что на краю классического английского поместья, рядом с теннисным кортом, ее мама разбила огород, как на обычной подмосковной даче. Вот наши куры. У нас было их 28 или 29. Осталось штук 12. Потому что пару месяцев тому назад лисы залезли. Там мы с мамой пытались огурцы, помидоры растить, но белки все съели. Но клубника выросла. Есть у семьи Демьяненко даже дикие звери. И вон как раз олень, белый албинос, у нас вышел. Он на наших, в наших лесах живет. У нас их здесь 12 и 4 в огороде на этой стороне бегают. В России богатые семьи, как правило, стараются продемонстрировать свое благосостояние не только дома, но и в обществе. Одежда из последних европейских коллекций, роскошные украшения, автомобили, еще стоимость выше цены на квартиру в Москве. Жители Рублевки стараются продемонстрировать друг другу все, что имеют. Но в Англии совсем другие правила. Юля к ним привыкла, и теперь обычаи соотечественников ее удивляют. Они приходят, сильно пытаются, ну, как-то понты свои показать. Англичане так не делают. Они не приедут в университет на Бентли, понимаете? Это вам не Москва. Я вам серьезно говорю? И, конечно, дети и учителя будут начинать на тебя смотреть, как на дурака. Юля настолько погрузилась в английское общество, что сегодня категорически исключает для себя возможность возвращения в Россию. Опыт общения с детьми других эмигрантов укрепил ее в этом решении. Я сейчас вижу, кто сюда приезжает. Я ездила в Москву, у меня у родителей там есть, ну, дача, квартиры. И я просто там не свой человек, у меня все как-то, я просто, это уже не мое. Несмотря на огромные финансовые возможности своих родителей, Юля решила всего добиться в жизни самостоятельно. В семье даже разразился скандал. Отец хотел помочь дочери с работой, но она отказалась. Мне надо было как-то деньги заработать. И я зашла в очень хороший ресторан, ну, там, сказал, я здесь. Я с Монако официанткой работала, но я не работала, чтобы мне хоть траил дали, ну, посмотрели, как я работаю. И в конце я первые 10 минут палец порезала, даже никому не сказала, завернула быстро. И так ходила, все делала. Отец Юли решил, что если он полностью лишит дочь карманных расходов, она быстро поймет, что не способна сама себя обеспечить. Однако в семейном споре Юля одержала верх. За несколько лет она прошла путь от официантки до управляющего ресторана. А пару лет назад открыла собственный ресторан английской кухни. И от этого момента через три месяца я там уже манеджер главный был. Три месяца. И вот просто, знаете, когда твое. И вот как я зашла в этот бизнес. Смотрите далее, в какую сумму обходятся родителям хобби их детей. Здесь очень много денег уходит на амуницию. Сейчас я вам покажу, где живет моя лошадь. Вот смотрите, это вот здесь. У него есть окошко. Он дышит свежим воздухом. Смотрит, что происходит вокруг. Истинная цена скакуна Алисы – секрет. На среднем породе стыкоин стоит от 50 тысяч долларов. Видите, он такой необычный масти и греневый. Он сам темный, а гривый, и хвост у него белый. Редкость. Его зовут Призрак. Я думаю, его назвали, потому что у него такой необычный окрас. Потому что когда я его купила, он уже был с кличкой. У профессиональных наездников на ежемесячное содержание лошади уходит от 2 до 10 тысяч долларов. И это если не обновлять гардероб. А такой девушке, как Алиса, без этого никуда. Видите, разные кутки. Вот как раз, например, под мою кофту красивая кутка. Что-то такое красивое. Видите, какие модные куртки. Ни Алиса, ни тем более ее родители не называют сумм. Но ведь одеть нужно не только себя, но еще и лошадь. Чуете, есть наушники, например. Также их одевают на лошадок. Либо для красоты, либо, если лошадь боится резких звуков. Попоны, седло, маски, уздечки, витамины и подкормки. Подчас все это обходится еще дороже, чем экипировка самого всадника. Такое хобби для своего ребенка могут себе позволить только действительно богатые родители. Ну, я считаю, что детей нужно баловать, но знать границу какую-то. Галина Тунгушева – мать Алисы. Она признается, что не может почти ни в чем отказать своей дочери. Окончательно избаловать дочку в их семье не позволяет строгий муж. Алиса, так как она уже достаточно самостоятельная девочка, ей выдается бюджет на месяц. И она должна его распланировать так, чтобы ей хватило на месяц. То есть она ездит на конюшню, она расплачивается за конюшню. Ей нужны деньги на бензин. Она все это должна рассчитать. И покушать. Она не может пойти в кафе или в ресторан с девочками без денег, потому что она должна заплатить за себя. Родители считают, что дети должны с детства смотреть на то, как устроена жизнь в разных странах мира. Поэтому Алиса много путешествует. Если брать все-таки путешествия, да, мне кажется, надо начинать с Европы. То есть, соответственно, там, где есть что-то посмотреть, где отдохнуть, какие-то достопримечательности. Несмотря на возможности своей семьи и любовь к Европе, Алиса предпочла получать образование в России. А вот ее 13-летний брат, невзирая на возраст, отправился учиться в Англию. Он мечтает стать успешным бизнесменом, как и его отец. Вот он хочет зарабатывать деньги. Думаю, поэтому он захотел учиться в Лондоне. Он хочет получить хорошее образование. Вот он считает, что там лучшее обучение. Сын променял роскошный дом на Рублевке и столичные развлечения на комнату в общежитии с двумя соседями и двухъярусной кроватью. Такие дорогостоящие хобби и удовольствия, как у сестры, ему тоже недоступны. Родители и рады были бы как-то скрасить жизнь своего сына деньгами, но школа закрытого типа, и учеников лишь изредка выпускают в город. Поэтому такой возможности нет. Не будут приходить СМС, наверное, куда он тратит деньги. Вот какие-то наличные там держатся у старшего преподавателя. И на выходные, когда их отпускают, там им выдают 10 фунтов. То есть, ну, как бы особо не загуляешь тоже. Ближайшие несколько лет супругом Тунгушевым остается лишь навещать своего сына в гостях. Специально для этого они раз в две недели летают в Англию. Многие привыкли думать, что Европа – это царство закона и порядка, а Монако – тихий уголок в самом сердце континента. Для детей безопаснее места не найти. На владелице элитной фитнес-студии Анне Макаровой на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что это не так. Здесь не расслабишься даже в гостинице. И воруют, и крадут, и грабят вилы. Ну, то есть, это все происходит очень неприятно. И, конечно, это обращает отдых, в принципе. Но это происходит из года в год. Я имею в виду, что всегда можно что-то наладить. Но здесь почему-то это не делается. Карликовое государство Монако является абсолютным мировым рекордсменом по количеству полицейских на душу населения. Но это не мешает ему быть также одним из лидеров по числу краж и грабежей за год. Три года назад Анна Макарова арендовала виллу стоимостью несколько тысяч евро за ночь. Всем членам семьи, в том числе и детям, казалось, что они здесь в полной безопасности. Но однажды утром они обнаружили, что это совсем не так. Нас ограбили на вилле, пустили газ через кондиционер. Но они прекрасно понимают, что может лежать, идут в определенные места и копаются там. То есть, там, айпады, естественно, вот это все сразу берется. То есть, это не означает, что они пришли только за деньгами. Подметается, в принципе, все, что есть под рукой. Пока Анна и ее муж и дети спокойно спали в своих комнатах, грабители методично выносили из виллы все, что представляло, хоть малейшую ценность. Даже очки за 100 долларов. Удивительно, но несмотря на этот случай, Монако все равно остается излюбленным местом отдыха Анны. Правда, теперь она предпочитает останавливаться не на вилле, а в хорошо охраняемом отеле. Август – это Сантропе. В июле мы ездим на Капфера. В мае мы летаем в Майами. Зимой – это Куршавель. Попробовали в этом году Сан-Бартс. Это остров, тоже вот недалеко от Америки. Да, Карибский бассейн. Небольшая деталь. Аренда обычного лежака на пляже одного из этих курортов в течение 10 дней будет вам стоить столько же, сколько весь 7-дневный отдых в Турции. По системе все включено. Лежаки порядка стоят 30-40 евро за день. Раньше, отправляясь отдыхать на очередной фешенебельный курорт, Анна всегда брала с собой своих сыновей. Но чем взрослее они становились, тем строже она стала относиться к их воспитанию. Сейчас детям Анны 17 и 19 лет. Дети элиты, но они и сами должны быть элитой, и их поведение тоже. Я вообще к этому очень строго отношусь. Я имею в виду, что нужно очень правильно действительно как-то не расслабить этих детей, чтобы они не подумали, что так пройдет вся их жизнь. Когда дети учились в старших классах школы, Анна, посоветовавшись с мужем, приняла непростое для нее решение перевести их на учебу за рубеж в школы закрытого типа. Они учатся и живут на территории школы. То есть им нельзя выходить вообще никуда. То есть какие-то определенные дни они могут выехать со школы или только когда уже наступают каникулы. То есть там все очень строго. Обучение в такой школе по меркам простых россиян стоит огромных денег. Анна признается, что платит 70-80 тысяч долларов в год. В среднем университет стоит 50-40, ну от 40 до 60 тысяч. Школа даже дороже. Родители сознательно пошли на такие траты. Ведь как только ребенок оказывается за стенами такой школы, размер кошелька его родителей перестает иметь всякое значение. С этого момента ценится только уровень знаний ученика. Уже такой возраст, и если они останутся с родителями, вот как раз может произойти такой момент, когда дети не поймут, то есть не почувствуют, что значит нужно быть самостоятельным, учиться ориентироваться, учиться жить на какую-то определенную сумму денег, учиться вообще общаться в другом обществе с детьми, которые совершенно другие приоритеты. Сейчас, пока Анна отдыхает на курорте в Монако, ее дети проводят время во французских каннах со своими сверстниками. Но эта поездка является для них совершенно особой. Ведь это не очередной курорт, на который богатые родители отправляют своих избалованных детей на лето, а заслуженное вознаграждение за хорошую учебу в течение всего года. Это Инна Федосеева. Она владеет сетью салонов красоты и без труда может себе позволить превратить жизнь своего ребенка в подлинную сказку. Причем в буквальном смысле слова. Она любит устраивать для своего сына Марка костюмированные праздники с участием героев из знаменитых мультфильмов или сказок. «Алиса в стране чудес», «Черепашки ниндзя», «Шрек» и многие другие. У нас сегодня детский праздник, который посвящен дню рождения нашего Марка. Ну, вообще, наступила весна, закончились у нас в школе каникулы, и вот просто был повод собрать друзей, устроить детям радость. Сегодня Марку исполняется 6 лет, и для организации праздника для сына Инна обратилась к специальной компании. Я, не мой муж, не наши няни, наверное, все-таки не смогут сравниться в профессионализме с профессиональными актерами, которые сегодня будут нам помогать. И ребята превращают праздники просто в потрясающее шоу. Каждый праздник, который заказывают клиенты, отрабатывается до мелочей. Репетиции проходят как для полноценного театрального спектакля. Режиссер, гример, костюмер сэкономить нельзя ни на ком. Все актеры, которые играют с детьми, выпускники ГИТИСа, Щукинского училища и других театральных или педагогических вузов. Елизавета Чернышова – одна из них. Наша задача – мы делаем так, чтобы вовлекать детей в детский спектакль, в детские интермедии, увлекать-завлекать, чтобы им это нравилось. И чтобы, соответственно, если нравится детям, то нравится нам, и мы получаем от этого кайф. Для дочери богатых бизнесменов Кристина Губерман такие праздники еще в раннем детстве стали чем-то привычным. Родители хотели, чтобы ее первый день рождения после переезда семьи из Советского Союза в Будапешт надолго запомнился всем гостям. И им это удалось. И жонглер был, и собак, шоу, какие-то пудели там прыгали через хула-хупы, и волшебник какой-то к нам пришел, и кто еще были, гимнасты были. У меня 30 человек было, весь класс я пригласила всех учительниц. Учительницы вообще обалдели. Ко мне подходят, говорят, а у вас всегда такие дни рождения? Кристина, говорю, конечно, ну как же. Елена рассказывает, что хотя их главными клиентами продолжают оставаться очень состоятельные люди, сейчас услуги профессиональных аниматоров, жонглеров и циркачей становятся по карману и для людей со средним доходом. Например, за 50 тысяч рублей можно заказать тематический вечер в стиле Алисы в стране чудес. Это три часа, два артиста с полностью тематической сказкой, с тематическим реквизитом. Там будут играть шляпник и красная королева. Это будут декорации, музыкальное сопровождение. Это будут огромные карты, шалтай-болтай. Но если этого мало и есть желание действительно впечатлить всех гостей, надо быть готовым. Кошелек изрядно похудеет. Средний бюджет праздника 150-250 тысяч без учета ресторана. В эту стоимость, как правило, входит наша программа. Часа на 3-4, где-то примерно 3-4 героя. Это могут быть, допустим, животные, пузыри, иллюзионисты, допустим. Самый минимальный 40. И до 2 миллионов доходят проекты порой раз. За 2 миллиона рублей на детский день рождения приедут с мигалками. Причем задействованы в мероприятии будут и взрослые. Что это за праздник, когда приходится надевать каску пожарного? Организаторы отвечают. Экстрим для детей и исполнение желаний для больших мальчиков. Это тоже был достаточно сложный запрос, потому что нужно было удивить. Это была пожарная вечеринка. Это был настоящий полигон пожарный с настоящими МЧСовцами, с нашими ребятами-ведущими. С настоящими пожарными машинами, с пожаротушениями, с дымокамерой. Вообще со всем, чем можно. Мы детей одевали в настоящие каски пожарные, в модирование. И в этом приключении участвовали и взрослые. И не всегда обязательно, чтобы дети оценили эту сложную и дорогостоящую игру. Ведь большим дядям и красивым тетям тоже хочется блеснуть, если не пожарной каской, то бриллиантами. Вот и на этом званом детском вечере именинник остался не всем доволен. Мне очень понравился праздник, но мне иногда было скучно, потому что я хотел пожарить в другую игру. Инна уже в третий раз устраивает для своего шестилетнего сына подобные приключения. Кстати, у этих детей дорогие не только развлечения, но и мечты. Им уже мало простого дома на Рублевке. Они мечтают открыть новый горизонт. Я хочу быть кинорежиссером, театральным режиссером и режиссером. И актрис. Я вообще очень хочу купить квартиру здесь, в Манхэттене, с видом на Центральный парк. Я хочу быть дизайнером одежды. Мне сразу говорят, ты русская, но ты не русская. Сразу, даже перед тем, как я рот открываю. Кристина Губерман прожила в России лишь первые несколько лет своей жизни. Детство она провела в Венгрии, а подросткам богатые родители увезли ее в Монако. Именно здесь, в настоящем оазисе для сыновей и дочерей российских олигархов, она росла на протяжении многих лет. В ее окружении были дети мультимиллионеров с разных концов света. Общая черта то, что мало интересов. Очень мало интересов. И они не толкают себя и не хотят открыть глаза и посмотреть то, что лежит немножко дальше, чем Монако, скажем. Вот у них есть пузырик свой, это ночной клуб, это пляж, это яхта и это магазины. В кругу Кристины человеческие ценности измерялись количеством нулей. Если нет часов за 10 тысяч долларов, разговора не получится. А на дружескую встречу лучше приезжать на Ферраль. Тогда можно завязать тесные контакты, а может даже и завести девушку. У меня не было из-за этого много друзей. У меня был очень близкий круг, но этот круг был очень маленький. У меня, может быть, 2-3 подружки хорошие были и, может быть, два друга каких-то. А так нет. Кристина всегда могла себе позволить абсолютно всё. И она не стесняется об этом говорить. Любое её желание всегда были готовы исполнить родители. Если у родителей я попрошу и Луи Виттон, и Ролекс, и Феррари, у меня завтра будет. Но такой возможностью дочь родителей миллионеров ни разу не воспользовалась. По крайней мере, по её собственному признанию. Я никогда не хотела быть как все, чтобы у меня тоже были и Луи Виттон, и Ролекс. Я считала это абсурдом. Понять, как у дочери сформировалась эта черта характера, не могут даже родители. Мама всё ещё в полном шоке. Говорит, как может ребёнок, который жил в Монако, который столько всего видел, как он может ни разу в жизни ничего не попросить. Многие могли бы заподозрить, что Кристина лукавит. Но то, как сегодня живёт девушка, подтверждает её слова. Она уже несколько лет принципиально отказывается от денег родителей и живёт отдельно от них. Уже с 20 лет. Вот когда я начала работать, мне сказала всё. Сейчас Кристина вместе со своим молодым человеком живёт в съёмной квартире на окраине Лондона. Кристина тратит около 100 тысяч рублей в месяц. Кстати, встречается она с сыном таких же богатых родителей. Однако и он за месяц тратит не больше. Его папа – главный доктор Монако. Он лечит всех известностей, которые туда приезжают. Иногда лечит принца Монако. Но он очень долго работал, чтобы быть где он сейчас. Молодые люди только недавно начали жить вместе. Кристина начала зарабатывать на жизнь тем, что продавала уникальную бижутерию из Латинской Америки. Помогала ей в этом бизнесе её бывшая однокурсница. Мы ходили в институт вместе в Милане. И она училась на дизайнера аксессуаров. И потом она уехала, и я на её странице увидела вот эти вот калии. Я ей написала, сказала «Я хочу! Очень хочу!» И она мне высылала, и вот так вот я их начала собирать. А сейчас у Кристины бизнес. Она изготавливает одежду, конкурирующую с ведущими европейскими брендами. У нас материалы все из Италии. И продакшн, весь продукция идёт здесь, в Лондоне. Я туда езжу каждую неделю, делаю quality control. Смотрю, что качество соответствует то, что ожидает клиент. Смотрю, что материалы в сети используют, что выкройки все правильные. Будни детей из богатых семей могут показаться настоящей сказкой. Но прожив всё детство в убеждении, что главным является то, какой марки одежда, сколько стоит автомобиль и сколько нулей на банковском счёте, они очень часто забывают о самом главном – о простых человеческих отношениях, которые не измерить никакими деньгами. Выбирая спутника жизни по его социальному статусу, дети богатых бизнесменов неожиданно обнаруживают, что богатства и статуса в обществе недостаточно, чтобы построить крепкую семью. Родители не выбирают, но нередко оказывается, что дети простых учителей и рабочих проживают более счастливую жизнь, чем дети милей. Редактор субтитров А.Семкин